Информационная химия Информационная химия Информационная химия Потому что химия Это та следующая точка роста Которую сейчас все ищут В плане приложения информационных технологий Почему? Потому что химия Она технически бесконечна Даже для малых молекул Количество комбинаций Которые можно синтезировать Это 10 в 60 Это больше чем атомов во Вселенной И там мы можем найти и новые Новые лекарства Новые краски Новые пластики Много чего интересного Но и много чего опасного Потому что Наверное не случайно Я не верю в совпадение Буквально через несколько недель После начала специальной операции Была нашумевшая статья в прессе По поводу того Что искусственный интеллект Сгенерировал за 6 часов 40 тысяч новых Боевых отравляющих веществ То есть эта статья была опубликована В Nature Machine Intelligence Совместно швейцарская Американская группа Более того Резонанс был настолько большой Что Вполне возможно Сейчас будет переписана Конвенция По химическому оружию Именно потому что Скорость синтеза Химических соединений Она также сильно выросла Специально выросла За последние годы То есть понимаете Мы с одной стороны Имеем генераторы С помощью искусственного интеллекта Новых структур А с другой стороны Мы имеем роботизированные Линии синтеза Которые могут моментально Эти структуры синтезировать И собственно говоря Знакомая нам группа Из Глазго Профессор Ликронин Давно уже занимается Как раз шивкой Искусственного интеллекта Который генерирует С помощью компьютерной структуры И роботов Которые этот синтез Лучше делают То есть проблема в чем Что мы стоим на пороге А может быть уже зашли Опять таки Информации много Здесь закрыто Здесь полуоткрыто Только что коллега Рассказал о том Что очень много Можно собрать Из открытых источников Если знать куда смотреть То есть мы стоим на пороге Новой борьбы Именно в химическом пространстве Вот в этой огромной вселенной Химической Соединении И там Еще раз говорю Там и лекарства И яда Они все в одном флаконе Извиняюсь за ссылку На старую мудрость Приписываю многим Великим врачам Что Лекарство И яд А яд И есть лекарство Зависит от дозы Следующий человек Пожалуйста И собственно говоря Также Важно Собирать данные У нас К сожалению И это важно Почему импортозамещение У нас В основном Химические данные Использовались Из Заврежных баз данных Два основных Поставщика Это реакция Европейская И SkyFunder Американская Был ряд еще Других баз данных Они все ушли То есть С лета прошлого года Там был какой-то лаг Они уходили Не сразу А постепенно Сейчас все ушли И собственно Там тоже Роспатент Был в панике Прошлым летом Потому что Им не было понятно Где искать И как искать Информацию О химических средствах Для патентования Для того Чтобы защитить Разработку Роспатентных Они нас нашли И мы фактически Дефакто Сейчас являемся Единственным Легальным Поставщиком Химических данных В стране Хотя изначально Это не планировалось Это был небольшой проект Как раз По рассказанию Токсичных Химических Сынений Следующий человек Поглас Соответственно Откуда Эта технология Пришла Она пришла На самом-то деле Из биомедицины Потому что Один из ключевых Вопросов Связанных С выходом Лекарств На рынок Это скорейшее Предсказание Токсичности Кандидатов Потому что Чем скорее Вы предскажете Токсичность Кандидатов Тем меньше Вы Потрядите денег На доклинику И клинику Тем меньше Вы погубите Лабораторных животных И тем Самое главное Меньше риска Для добровольцев Которых участвуют В клинике И соответственно Побочные эффекты Посты Собственно Этим мы и занимались Следующий слайд Поглас И в ту же ночь Я позвонился С админа Сказал У нас Была возможность Как увеличить Токсичность Так и уменьшить Потому что Это был Такой Фундаментальный проект На тот момент Я сказал Коллеги Тут же отключаем Увлечение Токсичности Потому что Собственно говоря Это может привести К нехорошему Сейчас В открытом доступе Только уменьшение Токсичности Для того Чтобы Продукт Использоваться В биомедицинских Косметических И так далее Исследования В экологических И так далее Следующий слайд Поглас Собственно Что мы сейчас Имеем На сегодняшний день Это полностью Российская разработка Это база данных Синических соединений Там Порядка 100 миллионов Соединений Но самое главное Приложение К сегодняшнему вопросу Это то Что там есть А Генератор новых Синических соединений То есть Вы можете задать Некоторые параметры И вам Наша система Генерировать Новые структуры Которые еще Не синтезированы Важно Что они Имеют Почти 100% Вероятность Быть синтезированы Это отличает Наши генераторы От других Которых много Есть Опенсорс И так далее Они генерируют Много мусора То есть Вы приходите В лабораторию И они говорят Нет Мы их синтезировать Не можем Наши структуры Синтезируют Возможно В более чем 95% Случаев И самое главное Что мы можем Предсказать Их токсичность Мы можем Взять структуры Из лаборатории Это тоже происходит Мы очень активно Работаем с экспериментами Они приходят Со структурами Которые они видят В образцах Самые разные образцы Или Можно понять Там Есть что-то токсичное И мы смотрим Следующий слайд Пожалуйста Значит Почему это важно В нашей стране Потому что Ну не секрет Что химические Вещества Уже начали Использоваться На той стороне Самые разные А самое страшное Что Мы не знаем Какие Вообще говоря Проблема Предсказания Токсичности Она активно Сейчас Открывается На разных площадках Суть проблемы В чем Если говорить По российским Рееектором Токсичных соединений Это 12,5 тысяч Всего на планете Известно Более 300 То есть Мы здесь Отстаем По непонятному Честно говоря Мне причинам Потому что В принципе Ну вот мы сейчас Делаем Я думаю Что через несколько Месяцев Мы расширим Реестр До максимального Возможного Но Всего Человечества Известно 200 миллионов Соединений Мы пока Сейчас Разговариваем Уже Несколько сотен Соединений За время Нашей сессии Будет Синтезировано В разных Счетах И Собственно Говорят То что Остальные 199 700 Тысяч 199 миллионов 700 тысяч Соединений Не включены В реестры Различные Национальные Единственное Единого Горового Рееста Токсичных Соединений Не существует Это проблема Это не потому Что они все Нетоксичны Это потому Что не мерил Никто А почему Не мерил Потому что Как я Быстро Сейчас скажу Измерения Токсичность Очень дорогие Очень долгие Там большое Количество Параметров Большое Количество Нужно Делать Измерений То есть Просто Не успевают Один Пример У нас Был Институт Токсикологии В Краснодаре Который По непонятным Мне причинам Был В 2000 Годах Демонтирован Там На одно Соединение В 80-х Годах Были Тысячи Свиней Использованы Для исследований Там Много Патолго Антонимический Исслед Неразличные Дозы И так далее Сейчас Это повторить Практически Невозможно То есть А Нужно Собрать Те данные Которые Еще Остались Где-то Они Остались В бумаге И Б Нужно Конечно Уделять Внимание Компьютерным Методам Потому Что Невозможно Бороться С Автоматическими Системами Генерации Синтеза Которые Генерируют Тысячи Соединений За часы С помощью Экспериментальных Методов Собственно Говоря На этом Я готов Закончить Мой доклад Система Работает Система Уже Активно Используется Более 30 Научно-исследовательными Образовательными Организациями Мы Готовы Для сотрудничества В самых Разных Планах Но Кажется Это вопрос Актуальный И как Для гражданской Семьи Которая Нужна Ну Так И для Различных Семьи Приложений В Сфере Которые Мы Сегодня Обсудим Спасибо Спасибо